Приветствую вас. Давайте, наверное, постараемся называть вещи своими именами. Да, вы по какой-то причине выбираете знакомство с мужчиной по интернету, а не в реальной жизни. Да, то есть какая-то причина у этого есть. Вы, я знаю, что мужчина женат, вы вступаете с ним в интимную связь, а потом требуете от него обозначить статус ваших отношений. После чего вы сомневаетесь в том, насколько человек с вами искренен. Вы сомневаетесь в том, как себя теперь вести. Вы не знаете, как себя теперь вести. Знаете, вот все это для меня, лично для меня, выглядит таким образом, что вы где-то в глубине души, боитесь сближения, боитесь близости, боитесь стрелых отношений. Вероятно. Ну, я так думаю, по крайней мере. Потому что есть у меня такие основания помогают, что вы выстраиваете отношения с мужчинами таким образом, чтобы не создать с ними серьезные отношения. Это объясняет и то, что вы ознакомитесь с мужчиной, то, что вы знакомитесь с женатым мужчиной, вступаете с ним в близкие отношения. Вот получается, что глобально вы боитесь близости, боитесь семьи, боитесь замущества. Возможно. Возможно. Хотя, безусловно, это требует доказательства, это требует подтверждения. Вот, а вы, наверное, будете это отвергать. Ну, то есть, вы не согласитесь с этим. И вы знаете, честно говоря, я понимаю вас, я не буду наставить, но просто скажу, что по опыту, да и с точки зрения профессиональной, с точки зрения знаний, человек, ну точнее женщина, как вы, да, поступает так. Только, когда есть сложности, определенные сложности со страхами, да, вот, определенные сложности со страхами, да. Вот, и есть сложности с, ну, выстраиванием взаимодействия. Вот. Вот. Вот, как правило, так поработает и самооценка. С commaоценка. С commaоценка в ам... Ва, что-то не знаю, самаценка. Вот, э... Такое глубинное, в какой-то степени обесценивающее отношение к себе. Вот. Все это определяет то, что вы делаете. Вот. Это определяет вашим этот предприятие. Потому что не учитывать, что я себя не люблю, да. Я сомневаюсь, да, в своей ценности. Я сомневаюсь в том, что, наверное, может быть, в своей какой-то привлекательности. Да, и, соответственно, вот, надеюсь, что, что мужчина будет как-то вот со мной. Ну, в том, что мужчина, ну, пока что ведет себя так, как будто вас использует. Потому что мужчины к жене у него действительно нет. А вы позволяете ему то-то... Ну, вы позволяете ему какие-то вещи. Вот. Может быть, которые... Там никогда бы он сам бы не сделал, и он... Там, грубо говоря, не готов идти на... Там, такие жертвы, да. Там, чтобы добиваться этого более таким, ну, может быть, более сложным, я бы сказал, путем. Вот. То есть, здесь момент такой, достаточно деликатный. Но основные вопросы, конечно, которые возникают, это вот... Вопросы, связанные с тем, каким образом вы, вот, вступаете в отношения, которые вас не устраивают, по факту, получается. То есть, вы вступаете в отношения такого рода, которые вам не нравятся, вот. Ну, это вызывает вопрос относительно особенности, относительно реалистичности, вот, ну, вашей позиции, ваши точки зрения на ситуацию, да. Относительно того, как вы сами себя воспринимаете. Вот. Все это достаточно важный момент, на мой взгляд. Вот. Потому что, в противном случае, я боюсь, что эти отношения, а может быть и последующие отношения, причинят вам боль. Как причинили боль, уже отношения, вероятно, предыдущие, вследствие чего вы, в общем-то, и пытаетесь найти сейчас мужчину именно в интернете, а не в реальной жизни. Вот. Значит, что нужно вам непосредственно здесь, непосредственно, вот, в данном вопросе. Вы пишите, я не знаю, как вы делали, подскажите, понятно, как понять отношения мужчины к себе. Вот смотрите. Как понять отношения мужчины к себе? Не себя понять, да? А отношения мужчины? А отношения мужчины? Не в себе разобраться, а мужчины понять. Что здесь происходит? Здесь происходит то, что вы ставите себя выше, чем вы ставите другого человека выше, чем себя. К сожалению. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот так все. И вот с этим, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, и нужно, как мне кажется, работать. Понимаете? Такая вот история. А дальше уже будет, в принципе, понятно, куда вам двигаться и к чему стремиться, и что делать. И так далее. Вот. Это то, что я могу вам сказать с точки зрения, опять же, повторю, в техотерапии. Вот. 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 Ну, вам это может быть интересно. То, что я сказал, может быть интересно, а может быть и в этот государь не примется. Вот. Ну, продолжаю, продолжаю действовать вот в таких, в таком ключе, вот, в каком вы действуете сейчас, например. Ну, на мой взгляд, ничего хорошего у вас не выйдет, к сожалению. Вот. Потому что вы будете проигрывать человеку в его, значит, ну, в его отношениях. Человек будет ставить себя выше вас в отношениях. И это в какой-то степени довольно серьезная проблема для вас. Вот. Такая вот история. Такой ответ я мог бы вам дать именно с точки зрения психологии. Вот. На этом все. На этом давайте закончим. Я надеюсь, что это было полезно вам. Я надеюсь, что вы подумаете над тем, что я сказал, и поменяете, может быть, свое поведение. Я надеюсь, что это было полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь, если вам понадобится помощь. Субтитры разогнал «Симон». Продолжение следует...